Итак, теперь мы с вами проходим к наградам, которые были получены командой за всю историю. Читай, за что кубок мы получили? Харь, давай, читай. Победителю турнира памяти П.И. Беляева, город Череповед, 2022 года. Сейчас мы с вами идем по Фаэле Дового дворца. Здесь проходят Дни Блюталургок, особые праздники для города. Самая большая хоккейная клюшка в России. Эта клюшка занесена в Книгу рекордов. Ее длина составляет 954 см. Вы представляете, у вас линеечка 10 см, а здесь 954 см. Книгу рекордов. Кто-нибудь знает, в каких клубах играют ребята? Хоккеисты ребята? Давай. Шипачев играет сейчас в Агварсе, Киселевич играет сейчас в ЦСКА. Так. А у нас Юрий Трубачев где сейчас? На тренерском мостике у Северска. Молодец. Любителей хоккея у нас здесь с вами очень много. Рысенок Сева. Его все знают. Но его имя я не знал. Это вот Рысенок. Рысенок Сева. У него есть даже свой номер, 35-й. 8 апреля 2005 года губернатор Вологодской области Вячеслав Евгеньевич Позгалев делал закладку первого камня. И с этого момента стартовала постройка Ледового дворца. Перед тем, как построить дворец, был объявлен конкурс на название. Все присылали свои варианты. Первое название, которое хотели и как хотели назвать именно наш дворец, это было Олимпийский. Мы будем смотреть комбайн. Пойдемте. Пойдемте. С этими комбайнами мы не только воду наливаем на лед, но еще и делаем срезку. Там расположен нож двухметровой длины, то есть комбайн идет, он как бы снимает снег со льда. То есть она, как некоторые думают, что лед толстый, на самом деле он всего 3 сантиметрика. Если где-то лед тоньше встает, то мы подливаем на ночь воды, чтобы у нас все время в балансе была идеально ровная площадка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин